всем большой привет рада приветствовать вас на своем канале на календаре у нас конец июня и я к вам с очередным видео так сказать с итогами первого летнего месяца как же быстро летит время казалось бы лето вот только-только началось а уже первый месяц позади и знаете это даже где-то немножко пугает как же время быстротечно это такое небольшое умозаключение и давайте перейдем непосредственно к вышивке в этом месяце у меня всего лишь одна готовая работа и она перед вами напомню ее название это indigo tulip от дизайнера ланы ленской я его вышивала в рамках совместного отшива в контакте кстати этот совместник длится до конца июля поэтому если вам понравился этот дизайн вы можете вступить в эту группу выполнить все условия и отшить этот дизайн допомню что я его вышивала на эдинбурге 36 каунта такой нежно сливочный цвет нитками моли на dmc и вышивала я в одну нить хотя в принципе я предпочитаю на 18 основе на том же линии 36 каунта вышивать в две нити но именно почему-то вот этот дизайн наверное потому что да это все-таки такой примитив сэмплер немножко с намеком на некую старину мне захотелось вышить в одну нить и результат мне понравился действительно получилось так узнаете ненавязчиво винтажно опять же где-то и нежно за счет вот именно вышивки в одну нить я не скажу что это подходит ко всем работам нет это наверное знаете как некое такое исключение нужно просто смотреть нужно экспериментировать что я в принципе вам всегда и советую не бойтесь экспериментировать можете взять себе на вооружение что на 36 основе достаточно до таких светлых оттенков можно спокойно вышивать в одну нить и получится достаточно интересный эффект не могу сказать если вышивать также на темной основе какой будет эффект но в любом случае всегда можно попробовать и если не прям уж начинать непосредственно саму работу то всегда можно но вот этих нами с вами принятых припусках там кто как оставляя да вот здесь пять сантиметров или семь вышить какой-то небольшой либо элемент либо просто квадрат ниточка в одно сложение и вы посмотрите какой получится эффект нравится вам он или нет это принципе можно отнести ко всем другим основам если вы например сомневаетесь выборе какого-то цвета основы вам покажется что какие-то нитки могут слиться либо еще что-то вы всегда можете где-то с краешку вышить буквально не знаю десять-пятнадцать крестиков и посмотреть как это будет смотреться тот же самый момент и с полукрестами опять же так как эти наши пресловутые припуски зачастую уходят либо под багет даже если мы впоследствии что-то шьем это опять же все зашивается поэтому вот эти наши небольшие эксперименты скажем так образцы их не обязательно распускать в этой работе я использовала восемь оттенков мулины dmc и один у меня цвет был именно multicolor вот такой вот он светлый выполнялся в окошках в сердцевинках тюльпана мы где-то еще вот здесь помада в лепесточке очень такой знаете приятный оттенок это номер 4150 у него действительно очень плавные нежные приятные переходы вообще по поводу multicolor а я хотела обратить ваше внимание я не знаю за других производителей мулине тот же анкор что там еще бывает пнк гамму мне нет карты этих мулине но у меня есть карта dmc и вот вы знаете по моим наблюдениям сейчас я вам покажу вот так вот на что было видно посмотрите какие красивые multicolor и существует у dmc они действительно заслуживают внимания и мне кажется вот в подобных дизайнах каких-то таких сэмплерах примитивов даже может быть квакеров они вполне подойдут вот вот этот оттенок я использовал в моем сэмплере вот этот я использовала когда вышивала свою игольницу книжку это просто потрясающий оттенок очень красивый но и вообще вот здесь очень много цветов которые действительно с такими плавными переходами которые сами по себе не очень тогда навязчивые то есть конечно вот яркие да такие оттенки но в основном здесь такие достаточно приглушенные спокойные смотрите вот этот какой интересный 40 65 прям такой вот необычный мне кажется вот тоже для какого-то сэмплера подойдет я не раз слышала что вот эти все заморские ниточки с переходами они достаточно дорогие порой их как-то сложно найти в продаже поэтому присмотритесь непосредственно к мультикалору dmc может быть что-то вам подойдет для какого-то из дизайнов но мы возвращаемся к моей работе отшив в основном мне понравился были конечно некоторые моменты я о них рассказывал в предыдущем видео тот случай когда часто приходится менять ниточку когда вы отшили буквально вот чуть-чуть лепесточков листиков и вам нужно менять цвет и я рассказывал о том что я применила здесь такую тактику брала один цвет и отшивала его там где возможно самым наверное легким здесь отшивался непосредственно дом ну и по-моему птичка у дома вообще все знаете все так логично просто восхитительно то есть я отшила вот этот не скажем так фундамент потом я отшила здесь забор параллельно ему я отшила дверь и уже впоследствии я стала заполнять цветом фасад самого дома естественно оставляя свободные отверстия для окон и окна тоже вы видите они достаточно просто вышиваются вышел темно-коричневым раму и заполняешь стеклышки вот тем же пресловутым мультикалором в общем достаточно легко было его отшивать потом вот этот вазон ну он в принципе где-то перекликается с вот этими тюльпанами то есть здесь я тоже самое применяла частности когда отшивала вот эти тюльпаны тоже вышивала одновременно как и вот эти голубые все скажем так параллельно птичка тоже вышивала достаточно легко потому что ведь у нее у контур темно-серым ну таким серым до оттенком эти вот прожилки темно-коричневый и впоследствии она уже зашивалась светло-серым оттенком и крылышко таким же оттенком как домик здесь даже в схему не нужно было смотреть а просто зашивая пустоты по-моему я только изменила цвет вот этого элемента потому что по схеме он должен был отшиваться вот этим вот светлым оттенком и мне показалось что он просто потеряется его не будет видно поэтому я отшила серым цветом ну а так я ничего не меняла отшивала все по ключу который задал дизайнер и мне очень понравилось я это уже говорил мне очень понравилось как подобран ключ действительно в нитках dmc можно найти такие спокойные оттенки которые подойдут для данной техники по итогу я осталась довольна у меня получилась вот такая красивая приятная нежная спокойная работа пока что я ее никак не оформила я ее только натянула на картонку чтобы это было более презентабельно как я буду впоследствии оформлять я пока что не знаю не могу сказать четкого ответа хотелось бы наверное что-то прикладное возможно впоследствии это будет использовано на крышку какой-то шкатулки может быть это будет впоследствии как-то обшито тканями например там какой-то тот же органайзер можно будет пошить на крайний случай можно конечно же оформить багет ну так как с оформлением в этом году у нас у меня а точнее не сложится поэтому эта работа пролежет какое-то время и так сказать там будет видно может быть мне в голову стукнет какая-то другая идея ведь в плане ее оформления а я была рада принять участие в этом совместном отшиве познакомиться с дизайнером непосредственно да с его творчеством кстати у этого дизайнера есть одна схема который мне очень нравится я просто была в таком восторге когда в контакте случайно я наткнулась на момент отшива этой схемы просто потрясающие очень красиво быть впоследствии я приобрету эту схему пока как бы прям вот не горю потому что ой столько всего есть вышивать столько всего в планах вот что за всем не угнаться пользуясь случаем хочу вам показать как я оформила свадку жизнь в принципе ничего особенного как я планировала я приобрела магазине икея черную рамку и оформила их хотела вам собственно это показать как это смотрится в принципе мне нравится как это смотрится но получилось узнаете так достаточно сбалансирована другой стороны мне кажется и в белой рамке смотрелось бы тоже наверное хорошо потому что все таки светлый цвет в этой работе есть и так она даже может быть как-то бы выделялась с черной рамкой она кажется более знаете такой глубокая не знаю ли как будто визуально увеличенная за счет до черной основы и черного багета вышивка без стекла потому что здесь пришивная пуговка я уже давно оформляю вышивки без стекла при необходимости прохожусь валиком потому что у нас кот кошка пушистая от которой летит шерсть ну и пыль никто не отменял что хорошего у вот этих вот рам у них есть вот такая подставка и ну и крючок само собой и она у меня стоит на аквариуме я убрала моих братьев кроликов уже как бы весна закончилась пора им на покой и вот сейчас эта работа стоит у меня на аквариуме как раз за счет вот этой подставки то есть никуда ее особо вешать и не нужно и дырявить стены лишним гвоздем тоже и когда я показывала саму эту готовую работу там много что о ней рассказывал я как-то упустила момент выкладной нити то есть я как-то сказала да что я вот какую-то ниточку более толстую использовала и все наверное есть новые зрители для кого эта информация может быть полезной потому что когда это где-то я об этом говорила знаете как это бывает у тебя в голове откладывается что ты уже это рассказывал и поэтому как говорится тебе не хочется повторяться вновь и вновь до говорить одно и то же но с другой стороны ты понимаешь что для кого-то это может быть новая информация так вот по поводу вот этой выкладной нити я использовал вот такую ниточку это обычная нитка для вязания каких-то до таких легких вещей салфеток это пехорка ажурная ее обозначение вот вы видите на экране это стопроцентный мерсеризованный хлопок если сравнивать вот эту нитку и ту же нитку финку перле под номером 8 я могу сказать что они схожи вот да ведь они по толщине схожи но финка перле она может быть чуть чуть тоньше этой ниточки но мне кажется вот в подобных моментах вот выкладной нити какой-то такой объемной ниточки и вам вполне подойдет блинная финка поэтому присмотритесь к таким ниточкам не обязательно до их держать для вышивки шов чеках там того же хардангера вполне вам может она пригодится для выкладной нити вот это такой небольшой момент включения то что возможно будет вам или кому-то полезно как-то немножко основа дает синевой хотя снова белая но я попытаюсь как-то в редакторе это подредактировать и на ваших экранах вы видите два наперска расписные наперски совместный отшив в котором я участвую в контакте на данный момент у меня отшита уфтюгская роспись и многим известная и узнаваемая кжель получается классно скажите я в таком восторге вообще мне так нравится я просто в предвкушении какие же будут дальше но если тогда немножечко раскрыт тайны мы знаем какой будет следующий наперсток но вот какие будут впоследствии вообще понятия не имею поэтому это очень очень интересно как это получается тоже очень классно действительно передается вот эта техника росписи может быть не прямо уж так идеально но здесь нужно давать скидку на то что это вышивка все-таки до непосредственно роспись красками но мне очень нравится и кстати вот посмотрите эти наперстки одинаковы по своим размерам по клеточкам но вот за счет того что вот здесь достаточно светлый оттенок по краю такое ощущение что наперсток гжель больше но на самом деле это не так я вышила вот этот наперсток он бонусный он не является обязательным к отшиву то есть нам его раздали и все вышивали по желанию то есть точнее вышили далеко не все те кто захотел тот и вышел и собственно его я вышила первым вот здесь вот я использовал выкладную ниточку удачно подошла у меня одна нитка для вязания и вот такой вот он красивый получился такой интересный цветок вышивался не особо сложно вы видите что здесь фон заполняется одним цветом приятно было отшивать особого какого-то напряга я не ощутила то есть дизайнер молодец проработал все хорошо наперсток гжель один из наверное самых любимых но это можно на данный момент говорить потому что мы еще не отшили все последующие я уже говорила что стиле гжель мне очень нравится я обращаю всегда внимание на подобные разработки действительно очень красивый отшивался в принципе тоже не сложно может быть кому-то покажется не очень прикольным интересным вышивать белым по белому да действительно здесь вот фон он отживался белым цветом по ключу нужен был именно белый цвет я взяла b5200 чтобы знаете вот прям такой белый кипельно-белый цвет и во первых им вышивать было чуть-чуть легче потому что все таки он отличался от цвета основы своей вот прям такой кричащий белоснежностью ну и на самой гжели мне кажется он смотрится достаточно хорошо ты просто белым было бы тоже замечательно были в чате некоторые споры по поводу вот этого светлого оттенка что мол он как-то очень сливается и особо его не видно меня особо не смутил вот этот момент в принципе если присмотреться то все видно на камере так вообще мне кажется более заметен вот этот светло голубой цвет чем жизни но и в жизни он вполне виден поэтому не знаю что там девчонки переживали понятно у каждого свое восприятие цвета поэтому наверное были некоторые такие моменты здесь по ключу можно было пришить бисер либо вышить французские узелки у меня бисера в запасах не так много но я посмотрела свои наборы милхил которые у меня еще не отшиты и в одном из них я нашла голубой цвет и вы знаете я была на таком порыве что я готова была забрать хоть весь бисер из этого набора меня не смущало то что он остался бы без этого темно-синего цвета я уже думала ладно всегда можно выйти из положения то есть либо использовать крене когда отшиваешь либо просто это зашить ниточками все равно посмотрелось хорошо я уже раздереванил этот набор рассортировала этот синий бисер но вот когда я начала пришивать мне показалось что не подходит вот оттенок немножко не тот по своим свойствам это был бисер петит и мне кажется это было очень вот в данном случае подходящее напомню что я вышиваю на муране 32 каунта далее 16 канва поэтому такой крупный бисер сюда бы не подушал аппетит в самый раз но увы оттенок не мой поэтому я использовала здесь французские узелки делала я четыре ободка в одну ниточку делала я параллельно то есть вот я отшивала бэкстич и параллельно крутила вот эти французские узелки уже в следующий понедельник нам выдадут 3 для меня и 2 для самого проекта наперсток и в принципе у меня вот здесь как раз поместится еще два наперстка этот ряд будет готов и потом я уже перейду на следующий я в принципе уже себе на черновике все раскидала как должны они располагаться да не будут не друг на другом а немножко смещены в сторону потому что в следующем ряду их будет 5 процессе отшива будет видно но мне очень нравится вот честно я ни разу не пожалела что я приняла участие в этом совместном проекте и чем дальше тем более интересно хотя да это это только начало я не могу судить еще обо всем проекте но мне уже нравится я уже в таком восторге и в предвкушении что же будет дальше буду вас держать в курсе я выставляю фотографии как в инстаграм так и здесь ну понятно что в инстаграме фотографии появляются пораньше чем видео на канале ну и напоследок я хочу вам показать мою подушку подушка под кодовым словом соты который я вышиваю из остатков от всевозможных наборов которые у меня есть на 16 аиде я как-то вам показывал что я нашла схему мне она понравилась и я решила что вот я ей буду вышивать и собственно отшив два элемента я поняла что это как-то очень очень мелко и да вы увидите весь кусок канвы и я подумала что это будет так пестра впоследствии в последствии но это будет выглядеть наверно как такая пестрая ткань потому что естественно квадратики очень маленькие я даже не знаю если бы я брала 14 основу но они были бы чуть больше но все равно не настолько все таки да эта схема она была разработана для игольницы для бескорню для чего-то такого небольшого в этом плане конечно смотрелось бы хорошо но для какой-то более крупной подушки все-таки это не очень и я скажем так немножко в этом плане расстроилась я поняла что нет вот этот вариант мне не подходит что же делать даже тоже делать как истреблять же эти остатки и как бы идея с подушкой то она была и есть и мне бы очень хотелось и вы знаете мне мелькнула в голову идея а почему бы на этой канве не вышивать не в каждую клеточку а через две клеточки вот как будто как вы вышиваете на равномерке до через две нити переплетения и когда мне мелькнула в голову это идея думаю дай-ка я попробую ну не получится не получится да как бы знаете это не трагедия это не какая-то супер работа да мне с ней в музей не ходить и вы знаете я попробовала и смотрите что у меня получилось ова прикольный да такой контраст вот я сейчас вам совмещу вместе вот это через две клеточки это ну как полагается в каждую клеточку канвы посмотрите насколько разница да ну вообще небо и земля собственно вот начав я по-моему вышла один квадратик потом другой и я смотрю мне нравится мне действительно понравилось и более того вы бы знали как это на ощупь приятно а это просто какая-то я не знаю терапия или еще что-то но это очень приятно трогать чувствуется вот некий объем потому что да вот здесь вот пустота у меня не зашиваются и плюс вот эти большие гигантские крестики знаете это если переводить то это где-то 10 или 11 аида получилось у меня но мне так нравится во первых процесс вообще проще не придумаешь действительно очень легкие все вам схема не нужна буквально отшив два или элемента вы уже понимаете как какой располагается на каком расстоянии то есть все достаточно легко и просто пока что как вы видите у меня ни один цвет не повторился ну впоследствии конечно не будут повторяться знаете мне какой принцип просто чтобы допустим вот розовый оттенок да он не стоял где-то рядом то есть вот розовый немножко да на расстоянии хотя вот здесь вот синий и глубокий синий в общем не совсем получилось мне соблюдайте эту методику хотя вот зелено не на расстоянии ну опять же это все не столько важно то есть как получится так получится все равно в любом случае будет прикольно мне кажется по поводу отшива да все таки на такой крупной основе я вышиваю в 4 нити сложения и если допустим говорить о расходе расход здесь кстати приличный но мне это только на руку то есть я достаточно быстро раскрытая со своими остатками что в принципе я и хочу сделать чтобы было более понятно здесь у меня уходит 4 нитки нарезки вот от мари из кузницы да там практически метровая ниточка вот на один такой элемент у меня уходит 4 ниточки а если говорить о нитках которые более короткой нарезки по мо 60 сантиметров вот как у золотого руно или у кларт то здесь у меня уходит 8 ниточек это я так для себя засекла чтобы иметь ввиду да когда на планшетке остается немного цвета ну здесь понятно еще много это вот короткая нарезка то есть допустим да вот видно что вот этих оттенков мне не хватит здесь нету 8 ниточек но вот эти вот скажем так коротенькие я могу использовать вышивая вот вот эти не полные соты вот в этих моментах я как раз таки могу эти нитки использовать как и какие-то другие когда они будут заканчиваться это планшетка вот собственно от мари из кузницы тоже уже начинает редеть и мне это очень нравится и кстати сюда я решила также разбавлять и использовать нитки для вязания у меня есть вот такой цвет вот он кстати я уже отшивала желтым вот этот вот он квадратик есть у меня вот такое светлое зеленый и вот такое их я тоже буду здесь использовать периодически до в параллели к мулине потому что я понимаю что возможно да я и страчу все эти планшетки и скажем так на завершение это работа мне может и не хватить поэтому да как говорится надо вышивать наборы чтобы были остатки и смех и грех поэтому я взяла в работу еще вот эти нитки ими я вышиваю в одно сложение и получается вот так достаточно интересно и хорошо я здесь знаете так сказать не парюсь насчет ровности крестиков вот вообще никак потому что это стопроцентные процесс отдыхалочка и здесь я не хочу вот это карпей над каждым крестиком там его укладывать и расправлять потому что все-таки вышивка в 4 нити она конечно где-то полегче чем в 3 но все равно все-таки в 2 гораздо проще до распрямите ниточку чтобы она ложилась ровно поэтому здесь я решила в этом плане не париться как идет так идиот потому что эта подушка дали стопроцентный хендмейт и мне кажется даже некая такая кривость вот в данном случае она смотрится очень мило и симпатично опять же крупный каунт и здесь больше прелести доставляет именно тактильное ощущение вот когда вы трогаете я не знаю девчонки я бы с удовольствием вот вам виртуально послала бы вот этот кусочек чтобы вы все пощупали как это прикольно на ощупь и я знаю что некоторые кодельницы любят трогать свои крестики вне зависимости на каком аккаунте вышиваете я тоже это люблю но вот здесь какой-то особый эффект наверно потому что они получили достаточно крупная и все-таки чувствуется вот этот объем я очень довольна и собственно вот таким образом я и буду вышивать эту подушку и дальше но когда дойду до того несчастного уголочка я распущу вот эти квадратики и все будет нормально девчонки имейте ввиду так говорится кто сказал что на конве нужно вышивать только вот в каждую клеточку отнюдь можно вышивать и через две клеточки можно вышивать и через три тут уже все зависит от вашей фантазии насколько это нужно то это у меня знаете такой прикроватный процесс меня действительно он стоит в тумбочке у кровати и вот так вот перед сном вообще не напряжено можно вышить несколько вот таких вот элементе ков это у меня работа за два вечера как-то знаете такие сейчас насыщенные дни у меня дочка закончила первый класс у нее начались каникулы до в норвегии каникулы начинаются позже вот собственно вот эта неделя это у нас первая неделя каникул и каникулы у нас будут до середины августа в общем да это вам не не россия здесь каникулы покороче мы активно проводим время мы не сидим дома при сейчас очень хорошо погода лето все прекрасно уходим на море вот сейчас я до снимаю видео мы пойдем гулять в город и как-то днем вот вообще нет времени на вышивку и вот последние два вечера как-то знаете и устаешь и я выберу этот процесс и с удовольствием вышиваю хоть немножко ты повышевал а уже виден результат плюс тут яркость оттенков до бери какой хочешь и это очень здорово и кстати да по поводу каникул вот уже с понедельника будут каникулы у моего младшего сына в садике поэтому насчет того когда выйдет следующее видео я немножко затрудняюсь как вы понимаете с одним ребенком еще можно снимать видео с двумя это наверное будет сложновато надеюсь что увидимся в конце июля но либо уже там где-то в середине августа чем позже мы с вами увидимся тем больше мне будет вам что показать планировала я начать один набор я как-то о нем говорила на что я не говорила какой имен я говорю что я вот хочу начать набор но то одно то другое он меня уже почти готов то есть основа натянута органайзер подписан все никак я не могу до него дойти тут уже тоже на нижнем старте я к началу савиного леса вот и схема которая купила мне сделали перенабор и теперь я могу вышивать по саге потому что совиный лес не помог мне в этом и тоже вот раздумываю на чем не вышивать потому что как-то одна рама хорошая у меня занята наверно придется на кус на пах пялец тоже особо нет в общем да беда бедова кстати вот эту подушку я вышиваю на нурге маленьких и как же мне хочется пяльца побольше вот честно вот я не знаю мы сейчас пойдем в город может быть и зайду в рукодельный магазин сомневаюсь что здесь продаются пяльца но вдруг может быть куплю себе какие-то чуть побольше до 17 или 19 сантиметров давно уже хочу если честно пяльца побольше но вот видите не удается нет возможности их приобрести кстати едет ко мне посылка с тканями с нитками из москвы от моих девчонок она вроде как уже на границе норвегии но что-то как-то не торопится почта доставлять именно в берген думала я знаете в этом видео потому что как-то особо мало что я вам сегодня показала думала заодно и показать покупки но увы они еще не дошли поэтому покажу уже в следующем видео расскажу для чего какая основа была куплена что-то было конечно же про запас но в основном там было под определенные процессы на этом я буду с вами прощаться не забывайте экспериментировать девчонки потому что это очень здорово это очень интересно и даже если у вас что-то не получится то есть как говорится эксперимент не удался но зато мне кажется вы приятно проведете время экспериментируя либо там с покраской основы с покраской ней так с подборов каких-то материалов и так далее не загонять себя в рамки что вот вышиваются только там допустим на белой основе черными ниткой шучу всегда экспериментируйте если у вас есть это желание как говорится лучше попробовать и понять что ты ошибся или это не твое чем не попробовать и ходить вот так вот и думать а может быть лучше было бы вот так вот а я вот это не сделал всего вам самого хорошего прекрасного вам лета я надеюсь у вас отличная погода те кто живет у моря отдельный респект крым я по тебе скучаю но вы не в этом году всем спасибо за внимание увидимся моих новых видео роликах всем пока а